приветствую друзья вот я когда хочу рассказать вам что-то новое полезное интересное чтобы ваше внимание было прямо приковано чтобы не могли отойти даже на секунду взглядом от того что я говорю и как и жестикулирую я вам хочу сказать следующее вот я сидел и думал что же вам сказать и когда я думал я вот так вот делал повторяемые движения какие-то во первых вы знаете уже что повторяемые движения снимают напряжение во вторых что это параллельная деятельность вот я думаю что сказать отстраняюсь немножко выхожу как бы немножко в пространство такое свободное пустоты в голове это нулевое состояние а это мне помогает это делать и там я ищу ответы на свои вопросы что же мне вам сказать вот даже не знаю что сказать хочу сказать потому что полна голова таких новостей с которыми я хочу с вами поделиться вот раньше алхимики искали философский камень это способ такой чтобы из золота делать чтобы из свинца делать золота мы вроде бы такой философский камень нашли это когда у вас есть задача какая-то и вы отстранились на какое-то время помогаете себе параллельной деятельностью какими-то повторяемыми движениями или как я рассказывал прошлый раз посуду кто-то моет а кто-то там ковры пылесосит ну тут что-то автоматическое параллельное делает но там убирает что это там или вот так делает но не важно но главное в этот момент этой параллельной автоматической деятельностью мы освобождаем голову для размышления над главным об этом я уже говорил и вот этот философский камень о котором я хочу сказать заключается в том что если у вас есть волнующий вопрос найдено теперь универсальное решение какой бы этот вопрос не был какой бы области это не относилась теорема бюдерли в математике она вот так вот говоря своими словами образно она звучит так чтобы решить задачу надо из нее выйти я могу сказать что это относится ко всем областям любым задачам например художник рисует чтобы видеть картину целиком они зацикливаться в деталях он должен отходить на расстояние то есть выходить из задачи отходить на дистанцию мы когда решаем какую-то задачу должны немножко от нее от решаться я говорил уже однажды что когда хочешь вспомнить какую-то фамилию забудь ты пробуешь несколько раз вспомнить вспомнить потом как бы перестаешь об этом думать отвлекаясь и она выходит это философский камень в том смысле для решения любых задач что для этого нужно сформулировать себе задачу а задача формулирования это напряжение определенная мотивация определенная потом уйти в сторону помните я рассказывал как щупинском училище на курсе которые там проводил для будущих актеров одна студентка сказала после применения ключевых приемов левитации состояние стало такое как будто оторвалась от всех земных задач от всех земных проблем и можно сосредоточиться на главном ну вот эти как интересно так вот чтобы оторваться от всех мешающих проблем земных в универсальном моем средстве есть воспоминания о невесомости поэтому эти приемы левитации они помогают разблокироваться выйти из зажатости снять неномышленные зажимы блоки ума и тела выйти в свободное пространство это свободное пространство когда нет эго страха стереотип боли не более не в душе не в теле это состояние невесомости это состояние парения это состояние отрыва от земли это состояние невесомости я создавал звездном городе центре подготовка космонавтов эту модель невесомости для тренировки космонавтов земных условиях чтобы он быстрее адаптировался в полете я этот механизм знаю и она это сказала то студентка в шокинском училище отрывает от всего земного а это же то ну что как говорится гравитация и левитация когда у вас гравитация то есть вас притягивают какие-то земные проблемы раздражения какие-то страхи более какие-то долги какие-то обязанности а вы оттуда выходите эту задачу которая у вас действительно сейчас реальная которая вас гложет волнует как вспомнит фамилию допустим вот вы выходите в это отстраненное эмоциональное состояние состояние эмоциональной дистанцированности созерцательности и там этот вопрос который вы хотите на него найти ответ сразу начинает знаете что там происходит свободный поток ассоциации в русле заданной темы свободный поток ассоциации вы легко это состояние можете у себя находить вы его и находите много раз например между состоянием сна и бодрствования когда вы засыпаете когда вы просыпаетесь вы находитесь в этом состоянии вы его пожалуйста зафиксируйте в память например если вы возьмете будете засыпать просыпаться засыпать просыпаться засыпать просыпаться несколько раз по каким-то причинам то ли это бессонница то ли это шум какой-то за окном то ли там гроза то ли чего вот вы просыпаетесь опять засыпаете вспоминайте свою вот эту задачу потому что когда вы входите в сон и когда выходите оттуда вы выходите в нулевое состояние без нулевого состояния вы заснуть не можете но когда вы входите туда вы как раз и освобождаетесь от всех земных проблем от страха комплексов стереотипов авторитетов и тому подобное от шаблонов мышления и вы поэтому если держите в голове вопрос о котором вы думаете вот попробуйте так сделать или вы это сделаете с помощью ключевых приемов шалтай болтай если вы переживаете о чем переживается и думаете о чем думается и делаете шалтай болтай или делаете лыжника или делаете хлёст если вы выходите или вы выходите через ревитацию где моторные приемы если в этот момент вы будете думать об одной задачи а потом вы сядете отпустите себя и будете как-то повторяемыми движениями или просто сидеть задумавшись созерцание отрешившись от всех забот и волнения просто сидеть после этих упражнений после действий просто сидеть и в этот момент у вас появится идея ответа на волнующий вопрос попробуйте пожалуйста друзья напишите это мне в моментах поставьте лайки нам надо расширять нашу школу потому что я хочу дать новую технику о которой еще никогда не говорил и не писал нигде новую технику как решать самые различные вопросы в различных областях деятельности с помощью вот этого формулирование вопроса и отхода в сторону на дистанцию чтобы получить ответ в русле тем свободный поток ассоциации то есть выйти в нирвану чтобы получился поток да это же есть нирвана самадхи дзен одно и то же да друзья только там долго надо тренироваться а я хочу быстро вам показать как это делается как я и сам делаю для картин для научных открытий и изобретений которых у меня целая куча и вас научу и у нас есть уже группа которая дарил райская группа я уже теперь начинаю туда записывать тех кто хочет и там у нас будут специальные контент и которых никогда еще не в мире а тем более и у меня не было а а теперь есть и вы их получите до встречи